830 тонн дешевой сельхозпродукции было продано астанчанам за прошедший выходной. Каргандинские сельхозпроизводители открыли в столице сезон ярмарок. На цены смотрела Аймтура Абдина. Первых посетителей ярмарки горячим чаем и баурсаками радушно встречали торговые палатки Нуринского района. Среди 86 торговых точек Нуринский район выделился огромным кулинарным изделием чак-чак весом 80 килограммов. Мы хотели преподнести нашей любимой Астане вот этот вот кулинарный шедевр. Над этим шедевром работало около 8 человек. Весит он 80 килограмм. Полтора ведра меда на него ушло. Работали мы три дня. В столицу свои товары доставили предприниматели из 9 районов нашей области. В ассортименте более 65 тонн мяса, 8 тонн колбасных изделий, 17,5 тонн молочной продукции, 9 тонн рыбы, 450 тонн картофеля. Цены ниже рыночных. Говядина и баранина по 950 тенге, конина 1100 тенге за килограмм, картошка 40 тенге. Как отметил Аким Астане и Манголит Асмагамбетов, Карагандинская область подготовилась к праздничной торговле основательнее, нежели другие области. Карагандинская область действительно очень достойно подготовилась. Не в обиду будет сказано другим регионам. Они привезли более 800 тонн сельскохозяйственной продукции. Вот сейчас мы в проекте прошли, посмотрели. Действительно, народ очень доволен. Огромные очереди. Это говорит о том, что продукция востребована. И самое главное, продукция качественная. И по цене очень доступная. В среднем на 20% ниже, чем сложились на рынке Астаны. В свою очередь Аким Карагандинской области Боржан Абдишев обещал сохранить традицию проведения ярмарок как в столице, так и у нас в регионе. Цены на карагандинских ярмарках останутся теми же, что и в Астане на 20% ниже рыночных. Мы самые отдаленные регионы, Лутауский район, почти 900 километров. И то он здесь представлен здесь, несмотря на расстояние. Столица наша, Астана, она сближает все регионы. Я думаю, вот это вот общение, вот эта синергия, которая сегодня происходит. Та возможность, которая сегодня представлена нам, Акиматом города Астаны, Акимом. Те возможности, программы, которые сегодня реализуются, государственные меры поддержки, они сегодня дают большому росту агропромышленных комплексов и, соответственно, большая помощь нашим крестьянским хозяйствам выращивать свою продукцию, покрывать потребности нашего региона и, соответственно, находить на такие рынки, на историческом. Для участников и гостей ярмарки с концертной программой выступили творческие коллективы области. Была организована выставка работ мастеров прикладного искусства. В рамках ярмарки прошли фестивали кумыса, баурсаков и плова. Аим Тура, Абдина, Рустам Бараев, Боуржан Ирмагомбетов, Пятый канал.